Здравствуйте, зрители канала. Сегодня у нас обзор и батл среди охотничьих спичек. Итак, условия. Я зажигаю спичку, засекаю сколько времени она горит, но при этом еще между делами я ее окунаю в воду на секунду. Будет ли она продолжать гореть или потухнет, это уже выяснит сам батл. Итак, простите за голос, сегодня восьмой день похода, я простыл. Первое это спички охотничьих производителя Пресс-Бытхим, открытого акционерного общества Петербург. Это из ИРПУ спецпита ИРПУ сильного, который мне подарили на первом всесоюзном слете туристическом. Спасибо Олесе. Итак, зажигаю родным черкашом. Вот у меня часы, я буду смотреть на секунды. 20 секунд. После того, как я окунул в воду, тут даже видно вот линию, так сказать, ватерлинию. Она тлела просто как битфортов шнур, но потом опять вспыхнула. То есть отлично прогорела спичка 20 секунд. Итак, следующую зажгем спичку китайскую. Вот в таких вот баночках оранжевых распространенные спички на Алиэкспресс. Единственное, меня смущает то, что черкаш снаружи, который может отсыреть, и сама банка без резьбы. Итак, жду круглой суммы на часах. Ну, 11 секунд. 11 секунд. 10-1 секунд. После того, как окунул, очень долго не вспыхивала, под конец вспыхнула. Ну, теоретически, разжечь можно, но в два раза уступает качественным охотничьим спичкам российского производителя. Практически в два раза. И российские спички более-менее быстрее вспыхнули после того, как я окунул в воду. Итак, третий это казахстанский производитель. Набор с таганковым, с их горючим и спичками. Это НПК-версия. То есть казахстанские спички также произведены, ну, для казахстанского РП произведено в России. И они совершенно отличаются по цвету. То есть намного такие темно-серые спички. Давайте их попробуем. Во-первых, я достану черкаши их, собственно. Все добротно запечатано. Единственное смущает то, что это не фольга запечатана, а пленка. Можно сказать, даже скотч. То есть здесь вставать не так уж и удобно. Так. Такую жесткую подложку. Хорошо загорелась. Итак, 13 секунд. 13 секунд спичка из казахстанского РП прогорела. То есть на втором месте. На третьем китайское. На первом, получается, победили спички в российского РП. ООО «Пресс-Быт-Хим». Достаточно качественные спички оказались. Которые, я думаю, не подведут. Если у вас будет коробок таких спичек, то любая охота, рыбалка превратится не в выживание с растопкой, приятному времяпрепровождению за ухой, либо шашлычком, либо какого-нибудь бульона с дичь на охоте. На сегодня у меня всё. Подписываемся на канал. Смотрим другие обзоры. Смотрим походы, распаковки. Всем удачи. Пока.